Очень важно найти глобальное существо Савитур или Аллаха, или Будду, или Иисуса Христа, или Яхве, или Иегову, или кого-либо, но с тенденцией того, что он должен понимать, что это существо его любит. А что это обозначает, и что значит существо его любит? Дело в том, что мы можем представлять существо, но это же представление. И что дает это? Смотрите, считается, что внешний мир, в котором мы живем, с его всеми проявлениями всего абсолютно, что происходит вокруг нас, а это создано для нас. Ну, раз мы идем, и что-то с нами происходит, это создано для нас. Тогда вопрос кем? Тогда можно предположить, что это создано в критерии духовного пути или духовных знаний, это создано Богом, персонально для нас. То есть, если мы гипотетически вступили ногой в какую-то лужу, то это создано для нас, чтобы мы вступили. Потому что считается, что любые проявления, которые возникают в нашем мире, они создаются специально для нас. А для чего? Чтобы мы чувствовали и ощущали, как к нам относится эта энергия. А как она может к нам относиться? И тут принцип или основное духовное упражнение, которое может помочь человеку в духовном пробуждении. Человек должен понимать, что те события, которые происходят, это события, которые нужно любить. Вообще, я вам хочу сказать, чем больше вы будете настраиваться на то, что мир, подобно большой матери или большому отцу, любит вас и обнимает, можно представлять даже на расстоянии, что вас любит и обнимает ваша семья, любит и обнимает этот мир, любит и обнимает эти события. И эту любовь, которая проявляется к вам, ее можно называть как угодно. Любовь Аллаха, любовь какого-либо божества. Мы же, как эзотерики, мы ее воспринимаем как один из элементов, который связан с савитуром. То есть мы ее называем савитур, потому что мы занимаемся эзотерикой, и наш бог — это бог савитур. Таким образом, мы ощущаем такую энергию в виде энергии и солнца. Но на самом деле солнце дает тепло, это земля, это планета. Но мы можем золотую энергию ощущать. Почему? В эзотерике есть некие понятия, смотрите, есть некие понятия цветов. Вот смотрите. Я как эзотерик могу сказать, что существует определенное упражнение. Все уже знают, насколько я хорошо умею влиять на людей и там создавать все. И многие сталкивались со мной, знают, как я умею это делать и так далее. Но самые простые такие упражнения, они выглядят так. Смотрите. Если у человека в жизни беспорядок, ничего в жизни не получается, вот такой вот хаос происходит, то самое простое духовное упражнение, которое может привести в порядок этого человека, это представлять себе себя или представлять его, как будто он сделан из черного базальта или черного оникса. Представляя человека черным, вы делаете все для того, чтобы в жизни этого человека был порядок. Черное делает порядок, а белое, а белое делает беспорядок. Таким образом, если представлять человека в белом свете, его представлять белым, то это не беспорядок. Создастся много задач, много движений, много жизни, много событий. Если события не будут происходить, то будет в голове много мыслей и так далее. Поэтому в случае, если человека с психическими отклонениями представлять белым цветом, то у него будут ухудшения состояния. А вот если представлять его черным, то тогда у него улучшится состояние. А если человека психованного, который, а если наоборот, человека, у которого в жизни ничего не происходит, он вялый, в его жизни ничего не происходит, ничего не хочется, то можно его заполнять белым светом. Но и в первое, и в второе в жизни никогда не вылечат никого. А вот если представлять человека золотым, то тогда человек и выздоравливает, и в жизни все налаживается. Не напрасно в народе говорят «золотой человек». В этих древних книгах написано, что золотой является элементом божественного. Именно поэтому сказано, что человек, который принимает этот мир и радуется ему, должен знать, что мир его любит. И там говорится о том, что открыв душу или выбрав этот духовный путь, человек может ощущать в этом мире или настраивать себя на то, что мир его любит, на то, что мир прекрасный, на то, что мир хочет для него создавать только хорошие события. Да, я понимаю, как это сложно. И это говорит о кармическом закрытии души. Так вот, в этих книгах сказано, что и Бог золотой, и человек золотой, но только частица Бога находится у него в груди, там, в его чувствах. Одной из концепций выбора эзотерика в ходе получения или желания получения знаний, или желания получения снятия информации, является компонент как раз объединения себя с авитуром. Но если вспомнить эту историю о шести царях, которые отключились от савитура и им не дали возможности, то эзотерики пошли чуть-чуть дальше. Они узнали, что существует механизм посредник, который есть между савитуром и между душой человека. Это элемент, который называется огонь. Представляя огонь или смотря на огонь, при желании человек может сжечь что-либо, или представить, будто он думает о чем-то, отдает огню, и это все огонь сжигает. Либо наоборот, огонь может помочь человеку ответить на вопросы. То есть человек представляет огонь, смотрит на такой огонь, задает вопросы, и это в жизни его происходит. Таким образом, это все является критерием или компонентом коммуникации между савитуром и человеком через посредника, которым является огонь. Ну, сейчас что-то мы не туда уедем.